Привет, бариатрикам! С вами снова Женя из Израиля. Сегодня хотел бы с вами поговорить о некой интересной побочке, которая бывает после бариатрических операций при условии, что ты бросил курить. Да, я в очередной раз бросил курить. Я не очень давно, скажем так, пристрастился обратно к этой пагубной привычке. В данный момент я без сигарет, в принципе. Уже без сигарет. Хотел бы с вами поделиться о некой проблеме, которая у меня появилась. Для тех, кто не знает, я расскажу. Я 10 лет тому назад чуть даже больше сделал первую бариатрическую операцию. Сделал слив на иврите шарвуль или на русском просто резекцию желудка. И где-то 10 месяцев тому назад я сделал повторную операцию. Сделал гастрик байпас или просто шунтирование. Из-за чего у меня появилась грыжа на желудке и прочие побочки, про которых я уже говорил ранее. Если вам интересно, можете посмотреть в прошлое видео. Просто не хочу тянуть кота за яйца, извините за такую тавтологию. Что происходит? Очень часто, когда бариатрик, и не только бариатрик, но бариатриков это сильнее, это выражено очень сильно, как я понял. Если вы курите и вы бросаете курить, что происходит? Нет, вы не можете сходить в туалет. Вот, я бросил это пагубное дело, прошло несколько дней. Тут я вижу, я где-то дня два не ходил по-большому, да. И как бы хочется, а не получается. Думал, 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 что же такое, почему, почему, почему. Вспонял, что вот это дело. Думаю, ладно, хорошо, пошел, взял одну штуку. Стал курить в процессе курения, дошел до половины сигарет, и тут у меня в глазах становятся вот такие, бежать в секретную комнату. Пошел в туалет. Естественно, количество меня поразило, потому что было очень много. Вот, и все как бы хорошо, все нормально. Потом опять проходит пару дней. Блин, опять? Короче говоря, пошел я к врачу. Потому что с этим делом играться нельзя. Мало ли, все может быть. Я подошел к врачу. Причем пошел к хирургу. Говорю, так, так и так. Такой, о-о-о, добро пожелать в клуб. Он говорит, что в принципе эта штука проходит. Это по бочках проходит. Ну и нужно дать время. И нужно отдать организму помощь в очищении. Поэтому, что мне сказали врачи, я говорил как минимум с двумя врачами по поводу этой проблемы. Сказали, да, такая штука есть. И не только у бариатриков, но у бариатриков особенно. Что когда, если вы вдруг курите, и вы прекращаете курить, что вот бывают проблемы со стулом. Поэтому нужно какое-то время попринимать слабительный, который поможет. Я не буду сейчас говорить, какое слабительное дали мне. Потому что, еще раз, у каждого есть свой врач. И я призываю не заниматься самолечением, а доверить себя медикам. Потому что иди, знай, до чего вас могут довести чужие советы. И даже вот мои. Дам пример. У меня есть группа на WhatsApp. И у меня спрашивают, женек, вот, расскажи, что ты ешь. И мы там делимся с вами впечатлениями. Это, кстати, если хотите, ссылка есть в описании на группу на WhatsApp. Нажимаете и попадаете. Нет, скажите мне, я вам дам ссылку. Просто нажимаете, попадаете к нам в группу. Значит, что происходит? Я говорю, смотри, я, допустим, кушаю. У меня очень-очень хорошо идет такие водоросли морские. Да, морская капуста. Я говорю, я покупаю в специальном магазине. В Израиле у нас есть такой магазин, где продаются эти водоросли. У меня идет просто на ура. Я кушаю, мне вот так вот. Вот. Ну, я всегда всем говорю, проверяйте. Не надо, как бы, говорить все, делать конкретно то, что я говорю. Потому что я рассказываю свой способ, свои методы, свои привычки. То, что мне сказали врачи. Да, ну, каждый из вас принимает решение сами. Я всегда призываю всех бариатриков, если вы слышите, что кто-то говорит, я кушаю, мне хорошо. Доверяйте, но проверяйте. Не надо сразу кушать порцию. Возьмите ложечку, максимум две. Посмотрите, как организм отреагирует. Вот, дама взяла порцию этой морской капусты, не проверив это, к сожалению, и попала в больницу. Закупорка небольшая была. Поэтому, дорогие мои, я просто призываю вас, когда любой блогер, бариатрик вам говорит, делайте так, у вас своя голова на плечах. Всегда проверяйте и не забывайте хорошо пережевывать еду. Не забывайте об этом. Вот, в принципе, цель своего видео я достиг. Я вам рассказал о некой побочке, которая бывает у бариатриков, которые прекращают курить. Надеюсь, это видео было полезно. Подписывайтесь на меня, смотрите, делитесь этим видео и другими остальными с вашими друзьями. А также, добро пожаловать в нашу группу. Желаю вам приятного времени суток. Здоровья, всего хорошего, до новых встреч. Пока.